Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отправится кинодива, продюсер, актриса, казашка. Куралай Анарбекова. Я не знаю, кто популярнее, я или ворота Индии. Вместе с ней в приключения ворвется блогер, ведущий и просто скромный казах. Гони Ажикенов. Самый лучший ведущий. Сказка мужчины, желанный жених и просто красавец. Я солнышко, а вы все мои планетки. Это будет самый головокружительный. Издеваетесь надо мной. Выдохнись, летим над океаном. О, это супер. Самый экзотичный. Я не хочу этого. И самый казахский сезон Орла и Решки. Кто из казахов проведет уик-энд на 100 долларов? Не хочу, но что-то... У меня уже все. А кто будет жить как миллионер, как всегда решат... Орел. Решка. Ты так подкачался, прям хорошо тебе. Да я уже понял, что ты неравнодушен ко мне. Все в порядке. Боже мой, нет, пусть никто не слышит это. Асаламу алейкум, друзья! Салям дустар! С вами Орел и Решка. Казахи. Мы продолжаем знакомить вас с нашей красивой, необъятной страной. И сегодня мы приехали в курортный город Актау. Где я буду рассекать на яхте. Гони, не тебе решать. Это решит монетка. Давай, бросай. Орел. Решка. Я наконец-то, боже мой, за столько программ. Гони, я за тебя очень рада, а больше за себя. Боже, пока. Запомни одну, доча, орел не ловит мух. Актау – главный морской курорт Казахстана. И у нас здесь важная миссия – узнать, как в Актау можно отдохнуть, не считая деньги. И как провести незабываемый уикенд на Каспийском море, имея всего 100 долларов. Ну что, Актау, ныряем? У меня первый раз премиальная карта в сезоне. Угадайте, на какой премиальной машине я ворвусь на курорт? Этот мощный, породистый, алый жеребец мустанг станет моим спутником за 80 тысяч тенге в сутки. Ух, уже представляю, как буду мчать вдоль моря. Воу-воу-воу, Кролай, не гони на все деньги. А у меня первый раз топ баксов на уикенд. Угадайте, куда я первым делом ворвусь на курорте? В обменку. Итак, у меня две новости. Одна хорошая, другая не очень. Хорошее то, что я на главном морском курорте страны. А не очень, у меня всего лишь 47 тысяч. Посмотрим, хватит ли этого на суперский уикенд. Но я буду стараться. До города можно добраться только на такси. Я заказал через приложение, мне обошлось 3000 тенге. Посмотрим, что за ласточка. Во, Киа-Соренто, кроссовер. Я со 100 долларами зажгу этот город. Такси же! Вроде выехала с аэропорта и думаешь, где? Где морское побережье? А вот нет. Чтобы увидеть бескрайнее море, вначале надо преодолеть бескрайние степи. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Актау. Самый молодой, самый красивый город. Мы называем наш Актау Казанским Дубаем. Потому что Актау тоже построили с нуля посреди голой пустыни. 60 лет назад здесь ничего не было. А сейчас такой город просто... Мои восхищения. Молодцы. Я горжусь, что я живу в Казахстане. Родилась казашкой. У меня прям гордость распирается за нашу морскую столицу. Актау растет и это получается 7292 Актау дома, дома. Это 7292 Актау дома, дома. И такой, и такой наш шар. И такой, и такой наш шар. И такой, и такой наш шар. Есть 7292 Актау дома, дома. И я не только здесь вырос, но и родился. И этот город по-любому для меня столица. Столица ветра. Столица моря. Но какие бы оды мы не пели нашей столице моря, она не выживет без Каспия. Ни руда, ни нефть, которая богат этот край, а именно Каспий дает городу жизнь. В пустынном Актау нет ни капли пресной воды. Берут соленую воду из Каспийского моря и искусственно оплесняют. Актау не только самый молодой, но и, наверное, самый необычный город Казахстана. Здесь можно просто гулять по улицам, крутить головой и собирать необычности, которых не встретишь больше нигде. В Актау нет улиц, зато есть микрорайоны. А у микрорайонов нет названий, вместо них номера. Вместо улицы Жельтоксан или Ауэзова, как у меня дома в Астане, здесь просто цифры. Если жителю Актау понадобится доставка букета роз, он закажет его по адресу 12 10 412. Звучит, как номер телефона. Еще одна необычность Актау – это деревья. Обычно в пустыне они не растут. Чтобы вы понимали, это один из центральных парков города. Так вот, чтобы росли эти деревья, их надо систематически поливать. Либо они умрут. Казалось бы, обычная девятиэтажка, но нет. Это еще одна необычность города Актау. Смотрите на крышу. А на крыше... Маяк. Раньше маяк стоял на земле. Но застройкой города потерялся среди высоток и его перенесли на крышу. Актауцы считают маяк символом города. Ну, я же говорил, Актау – самый необычный город Казахстана. Актау – молодой, но перспективный морской курорт. Говорят, здесь можно найти жилье для отпуска на любой кошелек. Я с премиальной карты проверю на курортность Актау. И еще как могу развлечься в этом прекрасном городе. Причем роскошно. Роскошно надо мне. Максимально роскошно. За максимально роскошным отпуском едут на теплый пляж. Это песчаная Казана, на которой приклеились базы отдыха и лучшие курортные отели. Среди всех отелей – самый роскошный пятизвездочный Эриксис Уотер Уоррлд. Его территории позавидуют многие турецкие пятерки. Здесь и три ресторана а-ля карт, и спа, и футбольное поле, и фитнес-центр, и частные виллы. И, конечно же, приватный пляж. А еще громадный парк развлечений с экстремальными горками. У отеля даже есть собственное колесо обозрения. И лагуна с подогретой морской водичкой. Ой, как приятно, спасибо. Ой, баурсаки. Как я их люблю, баурсаки. Ой, здравствуйте. Меня зовут Ореке, я ваш личный ассистент. Как у вас здесь красиво, просторно, светло. И цветочки, и девочки, и кисть. Все по-казахски. А, баурсаки можно мне в номер? Да, конечно. И шибат тоже. И вот эти сладости тоже могу забрать. Хорошо. Добро пожаловать в ваш президентский сюр. Спасибо. Президентский зал. Президентский стол. Президентский диван. Президентская ложа. Ой, вы только не подумайте, это не потому, что здесь спал президент. В отелях самый дорогой номер всегда называют президентским или королевским. Одни сутки в этом номере стоят полтора миллиона тенге. Правда, с первого взгляда не особо понятно, за что. Но в мире богачей настоящая роскошь познается в деталях. В этом номере богач не будет париться о своих проблемах. А будет париться в своей собственной сауне. Багаж будет ходить своими ножками не по линолеуму, а по паркету. Из трех видов дерева. Багаж будет спать не на синтетике, а на египетском хлопке. И каждое утро будет просыпаться с видом на Каспийское море. Вот за это и полтора миллиона тенге. Турист со ста долларами тоже может хорошо отдохнуть в курортном морском Ахтау. Вот, пожалуйста, нашел себе недорогой хостел на второй линии от Мои. Судя по карте, мой хостел находится где-то здесь. Вот он он. Какая вывеска. Сразу видно. Курортный хостел. Надеюсь, внутри там поинтереснее. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня встретила хозяйка хостела, которая любезно провела мне экскурсию по своим владениям. Вот, пожалуйста, вот эта общая комната. Лосень кровати. Я первый раз в хостеле, а я смотрел прошлые выпуски, и там были перегородки, шторки, где тебя не видят. А здесь мы как в лагере, да, будем, если все вместе? Мы каждый день развиваемся, ну, в том плане, что мы что-то дополняем, потому что раньше было кафе. Год назад мы решили, что мы будем перепрофилироваться. А, в ногу со временем, так сказать, да? В ногу со временем мы решили создать хостел. Почему в ногу со временем? С каждым разом вахтал все больше туристов. На данный момент живет датчанка, израильтянин сейчас позвонил, приедет, выехала сегодня китаянка. У вас, получается, интернациональный хостел, да, прям? Ну, да, получается так. Ну, есть у нас и отдельная комната, я вам сейчас ее покажу, пожалуйста. Как вам? Круто. Вот так буду выходить. Ну, как вы тут, смертный? В общей комнате. За мной. Это же, получается, я буду боссом, да? Да. Только вот туалет у босса и простых смертных один на всех. А это что за этот тазик? Мы набираем воду, потому что в окнау частенько отключают воду. А-а-а. В общем, взвесив все за и против, я решил, что в октаву могу позволить себе личную комнату. Я же все-таки на курорте. Ну, все, я в своем номере. Ну, да, скромненько, да, маленький. Зато есть две небольшие картинки, хотя, навряд ли, я на них буду смотреть. Кондиционер свой. Перейдем к изюминкам этого номера. Где вы видели такое количество розеток? Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Я уверен, что Куралай точно не сможет с таким похвастаться. Я могу зарядить и телефон, и айфон, и airpods, и airwatch, и электрокар хотите вам зарядить? Давайте ляжем, проверим кровать. Ну, кровать, конечно, не первая, мягкости. Зато выпрямляет спину от скольеза. Хотя у меня со спиной вроде все ровно. Главное, чистенько, уютненько. Давай я чуть-чуть посплю. Излюбленное развлечению богачей на море – это прогулка на яхте. Дабы рассекать волны Каспия, я арендовала себе катамаран. По сути, это целых две яхты, соединенные друг с другом. Ой, на секундочку забыла, что у меня премиальная карта. Здравствуйте, Витя. Можно? Конечно. Держите меня, пожалуйста. Осторожно. Такой же катамаранчик, но только я здесь одна. Друзья, такое чувство, будто я на этой жизни в Казахстане. Посмотрите вокруг, вид на миллион. Как будто бы в Турции, либо в Испании. Все катаются, отдыхают. Казахстан, ты открываешься для меня с новой стороны, с лучшей стороны. Конечно, мы, живя у себя на родине, иногда не ценим и не понимаем, что у нас богатая страна, красивая страна, что мы можем гордиться и путешествовать у нас же в стране и в наших прекрасных городах. Вахтал только и делают, что говорят о море. Вот оно. Чудо Казахстана. Единственное море. Кстати, геологи говорят, что это озеро. Но Казах ни за что не назовет Каспийское море озером. Потому что другой Казах за это нечаянно может ему начистить лицо. Ну а если серьезно, Казаки считают его морем, как минимум за то, что оно огромное. По размеру Каспий совсем немного уступает Черному морю. Соленое, точно море. Инфа сотка. Жители Ахта очень ценят Каспийское море. Как голубой алмаз огранили его золотой набережной. Стоимостью более 500 миллионов тенге. Эта набережная – гордость Ахтаутсу. Она протянулась вдоль моря на целых 5 километров. Давайте же посмотрим, куда потратили деньги. На велосипедную дорожку. На удобные лавочки с видом на море. На скульптуры. Ротонды. И на инстаграммные фотозоны. На величавые пальмы. Интересно, их тоже каждый день нужно поливать? Выглядит очень симпатичненько. А, она искусственная. Ну в принципе, хорошее решение для пустынного Ахтау. Ахтауцы очень любят свою набережную. Приходят, чтобы принять солнечные ванны. Позаниматься спортом на свежем воздухе. Но вот с развлечениями на набережной не густо. Девушка, а в какую цену? В 2000. А я смогу скакать прям? Нет. А, я просто буду шагать? Да. Вот так? Да, мы будем вас катать. Ну у нас такие правила, это безопасность. Нет, а я же умею, я скакать же умею. Ну я знаю, что вы умеете, но нельзя. Вы почувствовали, да, что я могу катать? Ну да, но нельзя. Да, 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 все-все дамы чувствуют, что я мощный альфа-самец. Ну ладно, давайте попробуем. Эй, эй, там полегче. Аккуратнее. Опа. Так. А может ты сядешь на вторую лошадку, и мы вместе с тобой поскачем? В далекие страны. Мне нельзя. Нет? Ну ладушки, ладушки. Ангелина, вот вы же знаете, что все казахи, они настоящие джентльмены, да? Нет. Нет? Мы все. Не все? Вот я на самом деле джентльмен, но мне немного неудобно то, что вы рядом и катаете меня. А хотя я должен был вот так прискакать к вам, сказать, солнышко, садись, я тебя подкачу. Ну что поделать, других развлечений на набережной для себя не нашел. А может я все-таки попробую вот так поскакать сам? Ну пожалуйста. Как и подобает уважающему себя морскому курорту, у Вак Тао есть все виды водных развлечений. Я решила укротить вейкборд. Вейкбординг – это экстремальные покатушки по волнам на специальной доске. Ты держишься за трос, и катер тянет тебя на максимальной скорости. В эту холодную воду надо залезть, мне? Да. Вам залезть надо будет, я отплыву в атлас, и тогда мы начнем. В смысле, я должна сейчас прыгать в воду холодную, а волосы тоже я буду мочить. Да, волосы тоже буду мочить. Оооо, вода холодная. Честно, если бы не орел и решка и этот ее толк ведущего, я бы не залезла в такую холодную воду. Но я уже… Подожди! Ну, встаем! Поехали! Самое сложное в вейкборде – это встать на вейкборд. Нужна сила в руках, чтобы удержать трос и поднять себя. Мои ручки, видимо, не созданы для этого. Друзья, я очень старалась, я хотела встать, но у меня не хватило сил. Сил в руках и вообще сил. Оказывается, это очень легко. Ай, мои ручки болят. Мне кажется, что-то я повредила. Как так у меня не получилось? Я же отличница. Надеюсь, Ахтау на меня не обидится. Но я знаю, что все самое интересное в Ахтау находится за пределами Ахтау. Я на мели. Но завтра я очень хочу посмотреть на чудеса в Мангриставской области. Должен же быть какой-то способ. Поищу способ Relife. Relife – это соцсеть для легкого поиска людей, знаний и услуг по всему миру. Так, заходим в сообщество Казахстана. Дальше какие места посетить? Ага, есть. Гайд по Мангриставской области. В тексте полно лайфхаков. Как посетить главные достопримечательности не за все деньги мира. Ну вот. Советую покупать групповые туры. Так и сделаю. Relife – мир в твоих руках. Туры по Мангриставу лучше всего покупать в визит-центре. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен тур по чудесам Мангристав. Правда, если одна проблемка, я могу ему выделить максимум 50 долларов. Ну, на 50 долларов вы, конечно, не сможете посмотреть все красоты Мангристав. Да? Но можно что-нибудь придумать. В общем, думали мы думали. Листали каталог, листали. Но если ехать нужно прям завтра и в кармане всего 50 баксов – выбор невелик. Мне предложили групповой тур в подземную мечеть Шакпа-Гатай на гору Щеркала. Куралай, учись, как без премиальной карты, двигаться красиво и путешествовать. Пора бы уже отметить уикенд на море роскошные трапезы. Обычно в Казахстане столы ломятся от мяса, но в Актау – король стола осетр. И я вам покажу, где изысканно и дорого его отведать. Только в начале послушайте сказ про осетра. 250 миллионов лет назад, когда по земле еще не бродили динозавры, Каспий уже кишел осетровой рыбой. Это редкая деликатесная рыбина. Она единственный источник черной икры. Ловить в Каспийском море осетровых запрещено, но можно разводить на специальных фермах. За деликатесом богачи идут в царство осетровых, в ресторан отеля «Каспиан Ривьера». Ух ты! Я будто в аквариуме. В этом ресторане можно и самому почувствовать себя осетром. Если во всем Казахстане едят дешбармак, в актау едят фишбармак. Я вижу куски рыбы. А вот это круглое что такое? Это наше фирменное блюдо фишбармак с козы. Козы только у нас делается из осетрины. То есть такого блюда больше нигде не встретится. Мясо из осетрины будет, жир конский будет. К фишбармаку предлагают черную икру калуги, родственнице белуги. Икра делает мой фишбармак самым дорогим в актау. Тридцать девяносто, сто двадцать тысяч тенге. Но это уже по премиальному. А я расскажу, как в актау попробовать фишбармак по-бюджетному. Сдаю точку. Кафе Хаймах. Две тысячи пятьсот девяносто. Это же в сорок раз дешевле, чем у куралай. Несите, конечно. Это точно две пятьсот девяносто? Да, точно. Вау. Добротных два куска осетра. Конечно, надо попробовать главного героя этого блюда. Осетр. Рыба. Вкуснятина такая жирненькая. Хочу начать трапезу с самого дорогого, что есть в осетрине. С икры. Мажем масло. И тоненьким слоем мажем икру. Стоп. Это было в прошлом. Ну так надо по-богатому жить. Оперстите меня, пожалуйста. Смотреть на вас и есть икру, это как-то что-то неприятно. Представляете, чтобы самка осетра дала вот эту черную икру на моей ложечке, рыбоводам приходится выращивать ее почти десять лет. На вкус это просто божественно. У Куралай фишбармак с икрой, а у меня с упцом. Какой на вкус фишбармак? Скажу так, для нас, казахов-мясоедов, это гастрономический шок, который у каждого оставляет свое послевкусие. Весь этот фишбармак для меня лично не заменит бешбармак. Но я, можно сказать, поел по-царски. За такую цену вкусно, сытно, порция большая. Супер. Помните, я вам говорил, октавцы ограняют Каспийское море, как алмаз? Это место тому подтверждения. Скальная тропа. Ее построили совсем недавно. Охтавцы называют ее ласково Каспийская ривьера. Давайте пойдем посмотрим. Там уже играет музыка. Я чувствую, что сейчас я найду себе приключение на пятую точку. Вау! Скальная тропа – это пешеходная дорожка, которая игривой лентой протянулась между скалами и чистейшим лазурным морем. Тропу проложили, чтобы местные могли гулять вдоль мыса. Вы понимаете, что вы счастливчик? Мы приходим, радуемся, а вы здесь каждый день просыпаетесь у берегов такого красивейшего моря. Хочешь передать привет зрителям Орел и Решка? Где Орел и Решка? Я обожаю вашу. Да? В Адушинске. Вот они, видели? От малого до великого смотрят Орел и Решка. Адушинске огромный. Красота неописуемая! Кто-то катается на великорgee, кто-то на пароме и едет непонятно куда. Да, скалы, море. Я такой одинокий и счастливый, ведущий Орла и Решки. Вечером на скальной тропе начинается настоящая магия. Скалы подсвечиваются разными цветами, море становится еще более загадочно красивым. А внутри – ощущение благодарности к Богу. Я настоятельно каждому рекомендую посетить этот очаровательный, красивый, душевный, прекрасный город. Если у вас всего два дня на октау и неограниченный бюджет, не ограничивайте себя только морем. Отправляйтесь смотреть красоты Мангостау. Полуостров щедро одарен чудесами. Здесь песчаные моря, разноцветные горы и инопланетные долины. Я взяла себе приватный тур по самым красивым чудесам Мангостау. Но придется сменить кабриолет на внедорожник. Путь к чудесам трудный и долгий. Через степи, горы и пустыни. У меня же экскурсия. Я опаздываю на экскурсию. Она у меня, конечно, не приватная, но тоже в чудо Мангостау. И вот мой чудо-транспорт. Я же сказал, что я отдохну не менее круче, чем Куралай. Это не просто машина, это целый дом. Еще к тому же я еду не один, а целой компанией. Сыграем с вами в игру «Допой песню». Допустим, семь, два, девять, два, ахтал. Молодцы, сразу видно, местные. Все, они прошли по великому. Спустя 50 километров степи я добралась к первому чуду своего тура. Среди бесконечных степей Мангостау есть настоящая песчаная пустыня. Об этом месте грезят поэты. Здесь волны морские. Превращаются в волны из песка. Но песчаный мыс – это не только красота. Это еще экстремальное развлечение за 150 тысяч тенге. И будут у меня экстремальные покатушки на багги. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Во-во-во-во-во. Подожди, подожди, подожди. О, это другое дело. Ну что, погнали. А почему вы в шлеме, а я без? Носиться на баке по пустыне очень круто, но эта пустыня у тебя везде. В глазах, в носу, в душе и во рту. Аааааааааааа! Нифигааааа! Два закрыта. Вденье! Вденье! Это было ужасно. Я так и чувствовала, что в последний момент мы перевернемся. Он упал прямо мне на голову. Ай, ухо. Мне кажется, я сломала ухо. Мой водитель был не пристегнут. И когда нас занесло на повороте, он плюхнулся мне на голову всем своим весом. Это хорошо, что все закончилось моим легким испугом, иначе пришлось бы пользоваться страховкой. Если вы хотите реальные эмоции, обязательно покатайтесь на багги. Это реальный адреналин, эмоции. Все это классно, но обязательно все меры предосторожности соблюдайте. Когда выезжаешь за пределы Ахтау, тебя встречает дикая безжизненная земля. Кажется, что ты не в Казахстане, а где-то на Марсе. И хозяева Казахстанского Марса – они верблюды. О, смотри, сколько верблюдов. Гид высадил нас рядом с верблюжьим хозяйством. В этих краях такие мини-фермы есть в каждой деревне. Это и не удивительно. В Мангастау находится почти половина всего поголовья верблюда в Казахстане. Так, это получается по правую сторону Васек, по левую сторону Никитка. Мы попали на ферму утром, во время доения верблюдец. Один верблюд сколько дает литров молока? Утром 3 литра, вечером 3 литра. Это же большие деньги, там шубат. Это напиток батыров. Потрогайте, потрогайте, соприкоснитесь с природой, почувствуйте силу. Он сказал, я тебе сейчас соприкоснусь, он сказал. Смотри, 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 ребенок его, смотри. В отличие от коровы, никакая верблюдица не станет давать молоко просто так. Только пока молоко необходимо ее детенышу. Поэтому верблюжонка целый год держат рядом с мамой, но в отдельном загоне, чтобы тот не выпил весь будущий шубат. Вот так потихоньку мы с познавательной программой о путешествии перешли к уроку биологии. В вашему вниманию рубрика «Что вы хотели знать о верблюдах, но стеснялись спросить?» Факт первый. Одногорбовые верблюды есть только в Казахстане и в Египте. Факт второй. Самый популярный верблюд в Казахстане – двугорбы. Называется бактриан. Он переносит и жару, и холод благодаря своей мощной шерсти. Ну и плюс к этому без еды и без воды может обходиться около месяца. А все это благодаря его горбам. Мы с ним друг друга испугались. Он там накапливает все вот эти питательные вещества и расходы в течение месяца. Факт третий. Один верблюд может поднять 700 килограммов и тащить ее. Он очень опасно на меня так сейчас смотрит. У меня по ощущениям, что он в любой момент может харкнуть в мою сторону. Но я не боюсь. И даже если он харкнет, это будет… О, щи, щи! О, щи, щи! Иди на хрен! Все! Что вы понимали, у верблюдов супер память. Они могут запомнить путь с помощью своего запаха, либо по звездам возвращаться в обратную сторону. То есть он пошел в одну сторону, и в обратную он может вернется. Ну, может вернуться, да? Что вы понимали, верблюд настолько полезное животное. Понятно, мясо, молоко, кожа, даже вот такие вот какашки тоже используются. Правда, как топливо. То есть оно настолько сухое, что очень круто горит. Мы его в аулах используем как полноценную древесину. Но этот еще такой свеженький. Чутка подержать его, и все, и будет тебе счастье. Перед нашим уходом хозяйка предложила нам свежего верблюжьего молока. У нас, казахов, не принято отпускать гостей без угощений. Даже если этих гостей никто не приглашал. М-м-м. По ощущению, как айран, кислый айран. Просто еще намного больше питательных веществ. Это, значит, натуральный энергетик. Чтобы вы понимали, я впервые прямо из-под верблюда свежее только что попробовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы было больше мотивации приехать в Ахтаун, я прячу для вас бутылку со ста долларами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите координаты? Пляж теплый, база отдыха санцет. Напротив вертолетная площадка. Если смотреть сверху, клад спрятан в правом верхнем углу, надежно зарыт в камнях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановимся на нашем визит-центре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Ничего себе, туалет. Это какая-то космическая станция с нотками истории. Видно, что ахтауцы развивают туризм. Прямо посреди дикой степи, где на сотни километров вокруг нет цивилизации, отброхали туристический центр. Тут могут останавливаться путники, которые, как я, на целый день выезжают колесить по красотам Мангостала. Путникам предлагают переночевать в старинных юртах, поужинать в ресторане или просто отдохнуть. Так, ну пока группа пошла сделать свои маленькие или большие дела, я полежу на гамаке. То, что нужно после долгой дороги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло еще 100 километров дикой дороги, и мы наконец добрались до одной из главных святынь полуострова Мангистала. В подземную мечеть Шахпагата. Сложно представить, но эта мечеть была высечена руками человека из скалы тысячу лет назад. Вы представляете, без машин, без кранов. По легенде, давным-давно в этой пещере жил целитель Шахпагата. Со всех округ к нему приходили люди. За исцелением души и тела. Прошли века, старца не стало. Но люди до сих пор приезжают в пещере, чтобы сила древнего врачевателя помогла им. Вау! Мечеть очень необычная. Посмотрите, вблизи она похожа на пористый шоколад или на какую-то губку. Это же красотища! В каменной пещере несколько комнат с маленькими кельями. В них отшельники на годы уединялись для молитв, отрекшись от всего мирского. Это направление в сторону Каабы. Раньше здесь молились святые люди, а теперь любой желающий, в частности мусульманин, может помолиться и совершить намаз. Конечно, у святых отшельников не было таких условий, и молились они на холодном камне. А сейчас для туристов, для тех, кто хочет совершить паломничество, все удобства, ковер, направление в сторону Мекки и возможность соприкоснуться с чем-то наивысшим. А еще по всей мечети можно найти надписи. Это рисовали паломники, которые посещали мечеть. Видно, что надписи не старинные, но говорят, среди них есть и трехсотлетние. Видите рука выбита на скале? Сейчас большинство, когда видят такую руку, думают, что это передают пример. А раньше люди считали, что это их оберегает от злых духов. Использовали как оберег. В голове не укладывается. Представляете, они своими руками выдолбили такую пещеру. Умудрились вот такие колонны выстроить. Слушайте, друзья, это место меня очень впечатлило. Вот это настоящее чудо Мангастау. Полуостров Мангастау – это дикий и малонаселенный край. Если посмотрите вокруг, здесь бескрайняя степь, из которой растут горы. Причем разные, разных цветов, разных форм. Горы Мангастау – это чудо света. Они сложены скелетами организмов, которые обитали в древнем океане. Объясню. Миллионы лет назад на этом месте бушовал океан. А верхушки гор были островами. Когда вода отступила, горы оголились. И за работу взялись известные скульпторы – дождь и ветер. Теперь у нас дома есть горы башни, горы пирамиды, горы замки, горы клыки и горы юрты. Это просто неописуемо красиво. Дорога закончилась, а это значит, что мы уже подъезжаем к главной цели моей поездки. Офигеть. Это место находится в Казахстане? Мы точно на земле? Имен Когда смотришь на долину с высоты, понимаешь, что именно так выглядела наша планета, когда была молодой. Здесь чувствуешь себя не временем. Наворачиваются слезы. Что, у нас в Казахстане есть такие прекрасные места, что мы даже не знаем и за столько лет я даже не была в таких красотах. Друзья, это надо приехать и почувствовать. Я не могу передать словами эти эмоции, которые переполняют меня изнутри. Казахстан! Мин Сиен-Сиен! Актау, ты собрал вокруг себя целый караван чудес. Многого мы не успели увидеть. Твои солончаки, долины шаров, в гору Бакты. Двух дней не хватит, чтобы сполна прочувствовать и понять этот край. В Актау лучше приезжать на две недели. Минимум. И тут не важно, премиальная карта у тебя или 100 долларов. Для Актау ты всегда дорогой гость. Ну так надо побогатому быть. Солнышко, садись, я тебя подкачу. А почему вы в шлеме, а я без? Я горжусь, что я жил в Казахстане. Я родилась казашкой. От малого до великого смотрят орел и решка. А Душинский огромный. Рахметов. Давайте посмотрим на закат и загадаем желание. Я думаю, мое желание, загаданное в этом месте, точно сбудется. Ну у нас все без изменений, я такой эффектный, жду опоздуна. Гони, привет. В курортном городе хоть увидел море? Увидел, супер. Кстати, тебе вообще древзак. А тебе вот карта, тебе карта идет, да, надо признать. Все, все мне об этом говорят. Не, ну если серьезно, если серьезно, я увидел мечеть внутри скалы. Я из-под верблюда вот так свежевыжатый шубав. Из-под верблюда, да? Из-под верблюда. Верблютихим? Ладно, ну деваша, дешевые, богатые, шутеечки. Ну а ты что, что ты сделаешь, что ты увидела? Ой, гони, не спрашивай, это было экстремально. На Уэк чуть меня руки не оторвали, на баги чуть не убилась. Кажется, это ты меня сглазил, точно, это ты меня сглазил, да. Получается, не доглазил. Дорогие друзья, до скорых встреч, мы летим дальше. Увидимся в следующем городе. Поехали, что ты хочешь, например, тебя downtime. Потому что ты нет, как и Sort of a person. Потому что ты знаешь, что ты не знаешь. Ты знаешь, что ты знаешь. Так ты знаешь. Дома, что ты хочешь, ты знаешь, что ты не знаешь.